Добрый вечер. Новости на Первом в Молдове. С вами Надежда Вербицкая. Коротко о главных темах этого дня. На прививку становись. Это единственный способ избежать и выйти из этой пандемии. Студентов мединститута начали вакцинировать препаратом, произведённым в Китае. Низы могут, верхи не хотят. Дороги все разбиты, ничего не делается. Или делается очень медленно. Власти столицы не могут взяться за ремонт дорог, поскольку на центральном уровне не готовы регламенты, по которым должны проводить работы. Пять гектаров за пять часов. Молодёжь очень отзывчива на такие мероприятия. И ребята сегодня пришли с удовольствием. 150 добровольцев протянули руку помощи агентству Молдсильева, приняв участие в акции по озеленению. Ещё 1060 человек заболели COVID-19 за последние сутки. Трое из них привезли инфекцию из-за границы, 30 заразились на работе в больницах. Общее число больных на сегодня 21 629 человек. В медучреждениях находится более 4,5 тысяч пациентов. 343 из них в крайне тяжёлом состоянии. 72 не могут самостоятельно дышать. 12 150 человек лечатся на дому, а ещё 21 тысяча находятся под наблюдением семейных врачей. За сутки от COVID-19 скончался 31 человек. Ситуация с коронавирусом остаётся сложной, поэтому очередные ограничения рассматривают ежедневно. Столичные власти объявили, что улицы, парки и самые людные места, такие как рынки, будут патрулировать полицейские. А карабинеры вернутся на остановки общественного транспорта, чтобы контролировать пассажиропоток. Столичный примар говорит, что понимает недовольство людей, но без дисциплины пандемию не победить. В Кишинёве зарегистрировано почти 95 тысяч случаев COVID-19, что составляет 44% от общего числа заболевших по всей стране. Марсталица отметил, что ситуация с пандемией намного сложнее, чем шесть месяцев назад, и введение новых ограничений было необходимо. ДИМА. В связи с переходом на обучение, мэр столицы призвал родителей проявить понимание, потому что учителя также подвержены воздействию вируса, как и врачи. До сих пор в Кишиневе прививки получили 70% врачей, а на втором этапе иммунизации, который начнется на этой неделе, вакцинируют и учителей. Тем временем, мэр столицы, который на прошлой неделе также подтвердился новый коронавирус, объявил, что лечится на дом у него легкая форма. Иван Чебан отметил, что пандемия не закончится, если не будут приняты минуты. В связи с этим мэр обратился в МВД с просьбой делегировать полицейских, патрулировать улицы, парки, рынки и другие общественные места. Также он попросил вернуть карабинеров на остановке общественного транспорта, чтобы следить за пассажиропотоком. В то же время мэр сообщил, что троллейбусы и автобусы будут работать на полную мощность, все транспортные единицы вышли на линии, чтобы уменьшить риск заражения. Напоминаем, режим чрезвычайного положения в области здравоохранения продлен до 18 апреля. Рынки работают до 15 часов, непродовольственные магазины и торговые центры до 18, а рестораны закрываются в 20.00. Штрафы не пугают. Столичная полиция сообщила, что ряд ресторанов и кафе, штрафованных за несоблюдение профилактических мер, продолжают работать после разрешенного времени и проводить развлекательные мероприятия. В связи с этим, примар заявил, что деятельность тех, кто не подчиняется решениям Национальной чрезвычайной комиссии, могут приостановить. Правоохранители говорят, ситуация тревожная. За последнюю неделю протоколы составлены на 568 человек, из которых 16 юридические лица. Но хуже всего то, что одни и те же нарушают закон. Мэр столицы отметил, что среди оштрафованных, а на следующий день вновь нарушающих правила, есть администратарой ресторанов, баров и кафе. Факци 50-100 миль при нём, динтри кара ахити амьенда. Кат ести эя, ако ло, като миллионы, шли, лукрея за в continuу. И тискоти регули, restриц и примарие, лежи или полиция. Постарал, что лестница активности на период, если все продолжают так, Напомним, по решению нацкомиссии рестораны и кафе могут работать до 8 вечера, а позже осуществлять только доставку. По данным производителя, эффективность сыворотки достигает 79%. Медуниверситет оборудовал два центра вакцинации. Первый при университетской клинике первичной медицины и второй при китайском медцентре, который расположен прямо посреди студенческого кампуса. Процедура согласна протоколу. После короткого опроса подписываешь согласие и получаешь укол. А после 15 минут остаёшься под наблюдением. Сергей Писаренко, продикан первого курса медуниверситета, пришёл на вакцинацию вместе со своими студентами. Как отношение к вакцинации? Абсолютно положительно, потому что это единственный способ избежать и выйти из этой пандемии. Того же мнения первокурсник Драгаш Булат, переболевший коронавирусом дважды. Молодой человек надеется, что благодаря прививке с этим вирусом больше сталкиваться не придётся. Вакцинация добровольная. Университету выделили пока тысячу доз. Сегодня прививку получили 76 студентов. Не хочу заболеть этой нехорошей болезнью, не хочу заразить других. У меня есть семья, там есть немолодые люди. 2000 доз вакцины против COVID-19 привезли в страну из Объединённых Арабских Эмиратов. Вся партия досталась медуниверситету. Сегодня туда доставят также вакцину компании AstraZeneca, а до среды прибудет и Pfizer. Учащиеся и преподаватели смогут выбирать, каким препаратом прививаться. Все которые об истингтали, после 65 años, цени с неравидностью, студенци, диабет захарат, и другие случаи, и какие под дожят, или они не дожат, у нас на также заболевший ребенок, сейчас в эти центры нам три варианте вакцин. Вторую дозу все привившиеся сегодня получат через три недели. Вакцина Синофарм одобрена более чем в 20 странах мира, включая Китай, Объединённые Арабские Эмираты, Турцию, Аргентину, Сербию, Венгрию и другие. Препарат находится в процессе утверждения Всемирной организации здравоохранения. Только циничные политики, которые преследуют узкие политические интересы в ущерб здоровью большинства граждан, могут требовать проведения досрочных выборов в ближайшие 3-4 месяца. Об этом на Facebook написал председатель ПСРМ Игорь Дадон, сославшись на большое количество заражений новым коронавирусом. Бывший президент представил график с динамикой количества заражений коронавирусом, еженедельно регистрируемых в Молдове, и коэффициентом заражения. Судя по цифрам, наша страна сейчас находится на пике заболеваемости. Зарегистрировано максимальное количество еженедельных случаев заражения за весь период – 10 571. Такие периоды, в течение которых идёт рост случаев заражения коронавирусом, длятся по 4-5 недель и ожидают нас каждые 2-3 месяца, пишет Игорь Дадон. По его мнению, нам срочно нужно правительство, которое обеспечит начало массовой иммунизации. И только после вакцинации 300-400 тысяч граждан мы сможем вернуться к обсуждению политических сценариев и выборов. Дадон отметил, что период, о котором он говорит, представляет собой последующие недели между нынешней волной болезни и следующей, которая, по мнению эпидемиологов, наступит в конце апреля-начале мая. Конституционный суд признал законным указ президента о назначении Игоря Гроссу премьер-министром. Решение принято, несмотря на доводы авторов запроса, которые указали на процессуальные нарушения, допущенные Майей Санду. С другой стороны, бывший президент Игорь Дадон обращает внимание на то, что вердикт КС официально закрепил конституционный госпереворот. Однако поле для манёвров у парламентского большинства всё же есть. На заседании депутаты по СРМ попросили суд обратить внимание на несоответствие во времени между датой подписания указа и датой, проставленной на официальном заявлении Марианы Дурлиштяну о самоотводе. По мнению автора запроса, сообщение Дурлиштяну в соцсетях нельзя считать официальным. А президенту нужно было время, чтобы проверить его подлинность. И только после этого Майя Санду должна была ещё раз созвать фракции на консультации. Мы считаем, что все эти консультации у них были мемы, они были проданы про форму. Интенция принципа, фиинт, а дамы президенте, пропунируя у них, который не будет аккумуляться на консультации. Мы считаем, что все эти консультации у них были внести в новый гуверн. И в этом году мы считаем, что это возможности конституционного санкционировать парламенту не сочетать кандидата на функцию преминистра. Бывший президент Игорь Дадон считает, что своим решением Конституционный суд фактически оформил госпереворот, превращая Молдову из парламентской республики в президентскую, где последнее слово будет оставаться не за депутатами, а за президентом. По его мнению, последствия будут тяжёлыми и в правовом, и в конституционном смысле. Но сложнее всего придётся простым гражданам. В конце прошлой недели Игорь Дадон заявил, что каким бы ни было решение Конституционного суда, социалисты будут настаивать на своём кандидате, Владимире Головатюке. Свои дальнейшие шаги социалисты обсудят во вторник. Пока же настаивают на прежней позиции. Те, кто в это страшное время требует распуска парламента, должен взять на себя ответственность за жизни тысяч людей, которые будут подвергнуты огромному риску заразиться коронавирусом. В своём решении Конституционный суд, хоть и дал возможность кандидату президента попытаться получить в этом доверие в парламенте, но и депутатов большинства не лишил права настаивать на своём кандидате. Об этом заявил социалист Влад Батрынчо, уточнив, этим правом они обязательно воспользуются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В основе почти соломонного решения Конституционного суда, подчеркнул депутат Василий Боле, заключение Венецианской комиссии, которая ещё в июне 2019-го постановила, распуск парламента это крайняя и очень нежелательная мера решения конституционной проблемы. Продолжение следует... 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 Социалисты напомнили, голосовать за Гроссу не будут и продолжат настаивать на своем кандидате Владимире Головатюке, который, они уверены, справится с вызовами 2021-го, главный из которых пандемический. А когда все наладится и жизни и здоровью людей уже ничто не будет угрожать, можно и на досрочные соглашаться. Пока же ПСРМ приглашает и президента отказаться от амбиций и во благо граждан начать конструктивный и открытый диалог, чтобы вместе с парламентом разделить ответственность за все, что происходит в стране. По запросу генерального прокурора и после долгих часов премии парламент проголосовал за лишение иммунитета двух депутатов от партии ШОР. За снятие неприкосновенности с Петра Жордана, от которого следователи ждут ответов на вопросы по концессии аэропорта, проголосовали 68 депутатов. Сразу после голосования он отправился в прокуратуру давать показания, а после был задержан на 72 часа. Его соратника Дениса Уланова подозревают в причастности к так называемой краже миллиарда. Его действия расследуются с точки зрения мошенничества. За лишение его иммунитета высказались 70 депутатов. Избирательная кампания в Гагаузии. Жители региона выберут депутатов в Народное собрание 16 мая. На прошлой неделе областная избирательная комиссия приступила к регистрации кандидатов. На сегодняшний день обратилось всего 95 человек, из которых 28 обратились для регистрации инициативных групп. Мы уже выдали 94 человекам подписные листы. Сдали уже на рассмотрение по состоянию на сегодняшний день на 11 часов 49 кандидатов. Потенциальные кандидаты в депутаты Народного собрания по-разному видят решение проблем в регионе. В то время как одни согласны с социальным развитием автономии, другие хотят прежде всего изменения законодательства. Для меня первая проблема нашего населённого пункта – это нехватка рабочих мест. И у меня есть инициатива, проект, который поможет именно в этом ситуации, в моём населённом пункте. Проект у социальных мастерских ремесленных, где люди могут обучаться ремёслам, введению сельского фермерства малого. И таким образом открыть для себя рабочее место. Я считаю, что главной проблемой в законодательстве является то, что у нас не функционирует отзыв, механизм отзыва депутатов. В будущих депутатах я планирую разработать ряд законопроектов, которые будут способствовать экономическому и социальному развитию. Очень важен момент взаимодействия законодательных и исполнительных властей на региональном уровне. Для меня это одна из основных проблем в законодательстве Гагаузии. Приём документов для регистрации инициативных групп будет проходить по 5 апреля. Собранные подписи и другие документы для регистрации кандидатов можно подать по 15 числу. Народное собрание Гагаузии состоит из 35 депутатов, избираемых по округам. Столичный общественный транспорт остаётся местом самого высокого риска заражения коронавирусом. В часы пик соблюдать там социальную дистанцию просто невозможно. Проблема с нехваткой троллейбусов и автобусов в Кишинёвских парках всегда стояла остро, признаёт мэр. Но во время пандемии вопрос стал ребром. И даже грозящая людям опасность не заставила ряд муниципальных советников отказаться от закулисных игр, говорит Иоанн Чабан. Иоанн Чабан призвал слуг народных опомнит и перестать ставить палки в колеса. С-а comunicат că urmează să fie făcută şedinţа Consiliului Municipal Chişinău, iarăşi spectacol, areşi tot ce vreţi, numai nu soluţii. Оamenii ăştia n-au nicio scrupulă, oamenii ăştia n-au nicio doză de ruşine, oamenii ăştia n-au nicio doză de respect unii faţi de alţii. Şi nu vă interesează cum se numeşte, grădinarul sau altul, că vine de la PAS, că vine de la DASO, că vine din altă direcţie. Oamenii buni, asumaţi-vă responsabilităţi, nu o mai faceţi pe şmecherii în aceste situaţii, este urât de tot. Oamenii mor, iar dumneavoastră vă faceţi capital politic. Сталиşний градоначальник говорит, что как бы некоторые не старались довести до предела, решение всё равно будет найдено. Terminaţi populismul ieftin şi apucaţi-vă de muncă, primiţi, repet, câte 3300 de lei pe şedinţă, nu pentru a face aere, dar pentru a munci şi a găsi soluţii pentru oameni. Şedinţa, vă rog frumos, să fie fixată pentru data de 30 martie 2021, domnul Talmaci, cu subiectele legate de transport prioritară. Ioncheban утверждает, что сейчас даже деньги не вопрос. Процесс покупки никак не может сдвинуться с мёртвой точки из-за споров между советниками. Бани pentru procurarea transportului public sunt alocaţi. Банчile cu care lucrăm au toate formalităţile realizate. Problema este în continuare în birocratie excesivă şi populismul ieftin a unor formaţiuni politice, care le trebuie, după principiul, cât mai rău, cât mai bine. Напemnim, munecipanət jeszcze vrlom году собирată kupi 100 autobusov, але proces zaatornăzică zază vizie de toho, că au sporene resultatul tândru. Burecratia centralei oameni оставile нас без отremonți-a domani. În cibără ceva oameni în zanțată de mânără. По его словам, в муниципалитете есть деньги на ремонт кишиневских трасс, но процесс заделки ям горячим асфальтом в городе начать нельзя, поскольку Министерство экономики и инфраструктура еще не утвердила необходимые регламенты. Я впечатляю, что в будущем мы будем быть в большой группе, и мы не будем репарировать ничего. Если мы не будем работать в будущем, мы не потерпим стразы, которые мы имеем в этой этапе. Марсталица обратился к Министерство экономики с просьбой ускорить процедуры, чтобы приступить к работе. Мы не можем покупать, потому что вы, асфальт, чтобы реабилитировать ситуацию в Министерство Чишинево. И в виду вы, и в continuу, и в виду вы. И не есть на оризонт о clarитете, когда мы будем эти вещи, которые мы будем практичать. И мы будем обращаться в этом в декабре, в январе, в феврале, в скрытие, в публике, в шединице. И мы сказали, что мы не делаем галаги оттуда. В свою очередь, Минэкономики распространило сообщение, в котором сказано, что это не промедление, а более длительный процесс перехода на европейские стандарты. И он не будет запущен до тех пор, пока производители материалов и рабочие не будут готовы трудиться по новым правилам. А пока же приходится страдать автовладельцам. Дороги все разбиты, ничего не делается. Или делается очень медленно. Они должны работать, прежде всего, для народа, а не для себя. До тех пор, пока решается вопрос, Эксдру поможет помочь в ремонте дорог лишь фрезером или гравием. В столице полным ходом идет весенняя уборка. В работах занято около 700 сотрудников муниципальных служб. Результат уже заметен. Однако коммунальщики не перестают жаловаться на неаккуратных горожан. За зиму на улицах Кишинева скопилось тонны мусора. И убирать его – дело трудоемкое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Только сегодня на Буюканах работали 50 человек. С 8 утра и до обеда чистили деревья, убирая сухие ветки. В период этого периода мы имеем 50 человек, которые работают в секторе. Они занимаются с салубризацией территории, с сезона, с сезонами, с сезона, с сезонами, с сезонами патрии, с сезонами арбурных, механика и мануалы с топоражами. Правда, работники жалуются. Из-за безответственного отношения граждан трудиться сложно, мусора слишком много. Мероприятия по уборке и благоустройству территории продлятся до 30 апреля. Пять гектаров леса высадили вчера члены молодежного крыла партии социалистов. Организация «Молодая гвардия» решила протянуть руку помощи агентству «Молдсилва», которое поставило перед собой задачу восстановить легкие страны. Акция по случаю Международного дня леса прошла на редкость удачно. И с погодой повезло, и в рабочей силе недостатка не было. На этот раз деревья сажали в адулыводах. Еще утром на этом месте был пустырь, а спустя всего три часа уже посажено полторы тысячи деревьев. Занимается посадкой молодежь сотрудничество с национальным агентством «Молдсилва», дабы привлечь внимание других молодых людей и показать, что эти деревья – будущее нашей страны, о котором нужно заботиться. 150 добровольцев справились с задачей за пять часов. За это время в адулыводах высадили три тысячи деревьев. Приняли участие в посадке леса и депутаты, и сам глава партии социалистов Игорь Тадон вместе с семьей. Молодые люди должны понимать, что если они сами не будут участвовать в мероприятиях, в каких-то действиях, которые создают какие-то хорошие вещи, хорошие проекты, в данном случае озеленение, тогда, в принципе, нечего ждать, что что-то изменится к лучшему. Сами активисты молодой гвардии говорят, что нужно заботиться о благосостоянии лесов и в Молдове, хотя бы ради будущего своих детей. Молодежь очень отзывчива на такие мероприятия, и ребята сегодня пришли с удовольствием. На самом деле, в нашей каждодневной рутине мы забываем про то, где мы находимся, то, в каком состоянии наша страна, в каком состоянии парки в Молдове. И если мы не будем выходить, не будем делать что-то для этого, то ситуация так и не изменится. С моральной точки зрения, безусловно, это приносит пользу, поскольку я понимаю, насколько большой вклад я делаю в нашу родину и в нашу экологию. Ведь это проблема, которой я тоже как-то способствую ее решению. У мэрии Ивадулуй-Воды планы грандиозные. Новые посадки могут стать парковой зоной для горожан и гостей курортного местечка. Мы продолжаем работу, введение массива на 5 гектаров будет разбит парк для жителей города Водолуод. А в самой парковой зоне мы еще имеем два участка по 3 гектара сплошной посадки и дополнение в тех участках леса, которые были старые деревья вырублены, и на их место будут сажаться новые. В течение месяца подобные кампании пройдут в более чем 60 населенных пунктах страны. Мы имеем где-то 60 млн. контрактов для коллаборации, и в этот период, в луну и зале, мы имеем где-то 5 млн. пыль в фонд форестер. И где-то 90 гектаров мы имеем в план, чтобы экстиндить фонд форестер. Тем временем, руководство молодой гвардии призывает молодежь забыть о политической принадлежности и объединиться ради решения масштабной проблемы. Мы надеемся, что примкнет максимальное количество молодежи, не важно какого политического цвета, каких взглядов, но важно, чтобы как можно больше молодых людей присоединялись к подобного рода акций. Потому что, вы знаете, когда ты сам берешь саженец и садишь, ты после этого становишься более ответственным по отношению в целом к зеленым насаждениям. Следующие выходные подобные акции пройдут в Кагуле и Чадерлунге. Там планируется высадить более 7 тысяч саженцев деревьев. На сегодня это все. Со свежими новостями «Первый в Молдове» вернется завтра. Мы просим вас относиться внимательнее к своему здоровью и здоровью окружающих. Носите защитные маски в людных местах, соблюдайте дистанцию, по возможности выходите из дома только по мере необходимости. Будьте здоровы и до завтра. Субтитры подогнал «Симон»!